Сегодня у нас очередное наше заседание. Проходит оно в канун нашего дня рождения, 14-го года, 14-го года, 14-го года, в Союзе Рождения в основах традиции. Проект, который мы сейчас ведем, он уже идет больше двух лет. И сегодня мы послушаем сообщение. Вакунина Анатолия Николаевича, что здесь присутствует. Человек со стажем гениалозу 25 лет, данный начальник отдела в Министерстве финансов. С собственной дерево насчитывает уже несколько тысяч персон. И мы решили рассказать или понять, чтобы обсудить вместе с нами, такую интересную тему, как один из законов гениалозу. У него есть собственная схема расчета, собственно, это расчет мыслей, которые в том числе и послужили нас. О том, что мы как-то свежим тему, мы сделали свои соображения, в городе 41-е. Как я представил его слово, он вообще все расстает. Уважаемые коллеги, мне сегодня интересно предоставили возможность поговорить с вами о законах гениалозу. Здесь вот краткая информация обо мне. Внизу есть адрес электронной почты. Если кто-то захочет, может мне написать. Ну, вообще, геология является исторической дисциплиной, но, тем не менее, в ней присутствуют элементы математики. Ну, в том числе, три закона, которых мы сегодня коснемся. Но основное внимание будет уделено закону убывания предков. Мы попробуем посмотреть, а сколько же у нас предков в каждом поколении, если придерживаться каких-то средних значений. Поскольку у каждого какие-то персональные свои деревья, то мы будем придерживаться именно средних значений. Ну, поскольку мы будем считать, я напомню вам несложные математические формулы, известные из школьной программы. n факториал — это произведение первых n натуральных чисел. Число сочетаний из n по m — это частное в числителе n факториал в знаменателе m факториал, умноженное на m минус n. Ну, в частности, число сочетаний из n по 2 можно записать как формула n умножить на n минус 1 делить пополам. Ну, и, например, число сочетаний из 5 по 2 у нас будет равно 5 умножить на 4 делить на 2. То есть 10 различных комбинаций можно составить из 5 по 2. Ну, какие это комбинации? 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5, 4, 5. Ну, вот, 10 комбинаций. Ну, давайте вот вспомним закон удвоения числа предков. Естественно, вам он всем известен, который гласит, что в каждом поколении восходящего родословного дерева количество предков удваивается, и в поколении n каждый имеет 2 степени n предков, но если считать себя в нулевом поколении. Ну, вот, если у нас есть какая-то персона, значит, у него есть родители, соответственно, в каждом поколении число предков удваивается, ну, вот, примерно таким вот образом. Следующий, ну, вот, что касается предыдущего закона, то, наверное, вряд ли его можно назвать законом, это скорее, наверное, аксиом или постулат какой-то, потому что закон требует доказательств, там доказывать нам нечего, у каждого есть двое родителей, и это понятно. Закон трех поколений, который гласит, что, который заключается в том, что на 100 лет попадает деятельность трех поколений. При этом, значит, как правило, добавляется, что он может быть использован за период не менее чем 200 лет. После этого, как правило, говорится, что вообще-то получается не ровно 33 года, то есть на 200 лет 6 поколений, а где-то 28-33 может в таком диапазоне быть значение. То есть получается у нас уже не 6, а на 200 лет 6-7 поколений. Ну, а о том, что персоны должны быть между собой связаны кровным родством, ну, например, вот такие три персоны, они кровным родством не связаны, и говорить о том, что их деятельность совершается в 100-летний срок, но не приходится. То есть у нас персоны должны быть обязательно связаны кровным родством. Вот, поэтому, наверное, мне кажется, что можно было бы этот закон сформулировать так, что на 200 лет выпадает деятельность 6-7 поколений, связанных между собой кровным родством. Как бы, на мой взгляд, вот это понятнее. Ну, или, например, так, что средний возраст поколения находится в пределах между средним возрастом матери и средним возрастом отца. При этом рекомендуем средний возраст матери 28 лет, а отца 33 года. Ну, возможно, вот, связь двух последних высказываний кому-то покажется неочевидной, поэтому давайте мы рассмотрим вот женскую веточку этого дерева и проставим здесь средний возраст отца и матери. Ну, вообще в любом родословном дереве какой-то средний возраст есть, тот или иной у отца и матери. Но, предположим, вот, что он равен 28 и 33 годам. Вот мы ставим эти значения. Здесь вот, наверное, не очень хорошо видно, но красненьким обозначено 28 лет, это у женщин, а синеньким 33 года, это у мужчин. Ну, и понятно, что вот самая левая веточка, средний возраст одного поколения составит ровно 28 лет, а средний возраст правой крайней веточки составит ровно 33 года. А поколения во всех остальных будут находиться в этих пределах между 28 и 33 годами, потому что они состоят из какого-то набора мужчин и женщин. Поэтому вот именно такое дерево соответствует закону трех поколений. Любые другие средние значения, если сюда вписать, то это будет противоречить закону трех поколений, и возраст у нас будет отличаться от 28 и 23 лет. В принципе, можно взять другие какие-то средние возраста, от этого сильно ничего не изменится, но мы вот в презентации будем придерживаться таких значений, хотя иногда будем от них отступать. Но вообще, для того, чтобы определить средний возраст рождения детей, можно воспользоваться статистикой, посмотреть интернет. Ну вот, допустим, по таким вот адресам можно увидеть, что средний возраст матери действительно где-то находится в пределах 28 лет. Ну вот мне нашлось найти только две ссылочки на средний возраст отца, где он примерно равен 37 годам. Но статистика, вещь, она такая, в общем-то, не очень точная, скажем. И если говорить о статистике там по всему миру, то это одна статистика. Статистика по России, это может быть другая статистика. К примеру, сейчас у нас в России средний возраст матери составляет чуть больше 28 лет, а одно поколение назад, 30 лет назад, оно составляло 24 года. Средний возраст отца никем не исследуется, и такой статистики ни в каких странах не собирается. Ну вот, если мы рассмотрим схематично какое-то общество, и сверху нарисуем два дерева, то мы увидим, в общем-то, что любое восходящее дерево, это является выборкой из общества. Поэтому любые характеристики общества, в том числе средний возраст отца, средний возраст матери, количество кромных браков, число детей и так далее, оно соответствует и родословному дереву, ну вот, по крайней мере, той рассматриваемой группе, которая у нас имеется. Ну вот, давайте рассмотрим восходящее родословное дерево, и посмотрим, какая разница между самым младшим и самым старшим предком. Ну вот, если мы опять обозначили здесь 28 лет мать и 33 года отца, разница между ними 5 лет. Если мы перейдем на следующее поколение, опять же, здесь 28-33 и 28-33, то разница между самым старшим и младшим будет 56 и 66, соответственно, два раза по 33, два раза по 28, это будет уже 10 лет. Но если продолжать, то мы увидим, что разница между самым старшим и самым младшим предком в каждом поколении у нас увеличивается на 5, это вот как раз и есть разница между средним возрастом отца и средним возрастом матери. Таким образом, например, в 30-м поколении у нас получится разница между самым старшим и самым младшим предком в 150 лет, что составляет при средней продолжительности жизни 60-70 лет более двух поколений. Таким образом, можно говорить о том, что к нам в каждое поколение восходящее дерево попадают предки из разных поколений общества. Ну вот давайте введем терминологию такую, чтобы было понятно. Поколение общества это общая это что такое? Это общность генов некоторого общества по времени жизни, а поколение дерева это родственники одной степени родства. То есть получается, что у нас из одного поколения общества персоны могут попадать в несколько поколений дерева, а в одно поколение дерева попадают персоны из нескольких поколений общества. Если у кого-то есть вопросы, вы можете прям сразу задавать, если что-то непонятно. Непонятно, нравится 150 лет. То есть получается, что к пятому поколению закапливается одно поколение как бы лишней пандырской линии. Правильно? у скатого поколения у нас разница 25 лет уже получается. Да. Тогда к кондиционерам поколения получается 150 лет каких-то накапливается. Я, честно говоря, не очень понимаю, что означает эти 150 лет. Это означает, что разница между самым младшим предком и самым старшим будет 150 лет. Между родителями 5 лет в среднем. Между бабушками и дедушками 10, потому что 28 плюс 28 56. Это может быть, а может и не быть на самом деле. То есть это на каждом... Это среднее значение, основанное... Это... Ну, какое-то, да, среднее значение, основанное на средних значениях отца и матери. Это примерно вот такое. Естественно, у каждого человека оно по-своему. Если у вас средний возраст, скажем, в дереве не 28 лет, а 25, и там будет 28, то значит, каждый год будет разница между самым младшим и самым старшим до 3 года. Ну, 150 лет вот эту цифру не очень... Вот смотрите, в первом поколении разница в 5 лет, во втором 10 лет, а в 30-м 30 умножить на 5. 150 лет. Это эмпирически вычисленное. Нет, это просто по формуле, если вот продолжать дерево... Но продолжительность жизни человека, она гораздо меньше 150 лет. Да. Поэтому не получится, чтобы разница в одном поколении предкам была в 150 лет. Получится. Он спутчер сказал, что поколение общества, поколение предков, это разные вещи. Разные поколения предков могут жить в одном поколении общества. Все понятно? Вы можете представлять, что у нас вообще никто никогда не умирает. Вот все всегда живут, чтобы вам было понятнее. жили люди и 30 поколений, и 20 лет. Все они живы сейчас. Тогда практическая ценность вот этих выхлопов в чем заключается? Пока, вот, пока практическая ценность вот в том, что мы говорим, что мы вот здесь посмотрели, что вот по текущему сладу, что есть поколение общества и поколение дерева. Это разные вещи. Они между собой пересекаются, но это не одно и то же. И вот, если есть одно поколение общества, к примеру, мы все, и у нас у всех будет когда-то общий потомок, то мы все не попадем к нему в одно поколение. Там, к примеру, в 30-е поколение его мы все не попадем. Кто-то попадет в 29-е, кто-то в 30-е, кто-то в 31-е. То есть по женской линии поколение номер 30 будет соответствовать в 29-е поколение по мужскому сладу. Если мы говорим о поколении общества, да, а если мы говорим о поколении дерева, нет, в поколении дерева и по мужской и по женской линии, они одни и те же. поколение по женской ветке номер 25 будет соответствовать 30 поколение вот смотрите по женской линии у нас в среднем 28 лет в тридцатом поколение значит родиться предок сколько лет назад 30 умножить на 28 60 и 840 лет назад по мужской линии 33 года 30 лет назад это будет 90 990 лет правильно то есть да то есть у нас в тридцатом поколении женщина родится в 740 лет назад а по мужской линии 990 лет назад и все это будет в тридцатом поколении но жили они в разное время на протяжении 150 лет это разные поколению в обществе но одно поколение в дереве это практически жениться на одной нашей женской на свои на наши пять раз про конечно когда мы говорим о том степени поколения шестая седьмая восьмая выборка из этих людей уже настолько велика что работает закон больших чисел и можно вполне какое-то чисто статистическое обобщение делать и вот если при большом количестве лет если знаешь как у меня родословно много присутствующих вы если посмотрите среднего возраста у мужчин это будет цифра стремящейся в 31 году в среднем у женщин там чуть поменьше но в принципе не будет так что там не знаю прапрадедушка женится на своей внучке если их с нами разделяет 15 поколений примерно одинаковых возрастов какой кто-то пораньше женился кто-то похоже но в принципе они будут в одну возрастную группу попадать конечно вот здесь мы говорим немножечко разных вещах мы говорим мы говорим здесь о том что 30 лет назад вот эти два человека женится примерно на одном и том же возрасте вот эти два человека они тоже примерно одного и того же возраста вот эти тоже одного и того же рода да но вот от этого и вот до этого 150 лет сных групп еще раз вот о том о чем мы сейчас говорили и вот к этой персоны напишем средние возраста рождение их предков вот мать родилась 28 лет назад бабушка 56 прабабушка 84 мы каждый раз прибавляем по 28 для мужчин мы каждый раз прибавляем по 33 это среднее значение они обязательно какие то есть они могут быть любыми мы их приняли вот такими давайте теперь посмотрим сколько у нас предков вот в каждом поколении допустим по мужской линии почему мы рассматриваем только мужскую линию но мы можем рассматривать или мужскую или женскую дело в том что в любом случае если мы будем искать число предков которые у нас повторяются и на которой происходит уменьшение в одном поколении это могут быть люди только одного возраста и одного пола ну вот не туда не туда вот мы видим что в первом поколении у нас один мужчина 33 года вот моего суда записали во втором поколении у нас два мужчина 60 61 года и 66 лет вот мы записали 1 и 1 в третьем поколении у нас есть мужчина 89 лет 94 94 и 99 мы записали 121 следующем поколении у нас 117 122 122 122 127 127 127 132 у нас получилось что есть возрастные группы с одним человеком с тремя с тремя и одним если мы будем продолжать эту цепочку то мы увидим что в следующем поколении будет 14641 вот этот треугольник он является треугольником паскаля который нам известен и средней школы и он формируется по диагоналям у него стоят единицы а любое дорогое значение получается сложением двух верхних чисел но например вот эта двойка получилось из 1 плюс 1 вот эта тройка из 1 плюс 2 вот эта шестерка из 3 плюс 3 вот эта четверка из 3 плюс 1 то есть вот таким вот образом мы можем найти сколько человек одного пола находится возрастной группе то есть если у нас не было редукции то количество предков по возрастным группам распределялась бы в соответствии с треугольником паскаля следующий закон это закон убывания предков или редукции предков который гласит что реальных предков у каждого человека меньше чем теоретических этот закон начинает действовать когда у нас в восходящем родословном дереве появляется одна и та же персона например вот одна персона и вот это та же самая персона или же когда у нас восходящим родословном дерево появляются братья или сестры ну например вот это вот и вот это вот брат и сестра естественно у них один и тот же родитель поэтому у нас произойдет здесь уменьшение на одного предка ну или соответственно могут быть в дереве просто кровные родственники понятно что рано или поздно эти веточки сойдутся у одного предка и наступит редукция поэтому мы а вот этого предка можем удалить как бы из нашего дерева и посчитать что у него тот же самый родитель но в другом месте соответственно мы должны пересчитать число предков в этом поколении но у нас также редукция может происходить не только внутри одного поколения но и между поколениями например вот это и вот это один и тот же человек но один и тот же человек попал в разные поколения вполне может быть поэтому мы его также должны удалить посчитать что вот у этого теперь родитель этот и перечис пересчитать число предков ну вот давайте теперь посмотрим как найти число предков в одном поколении с учетом редукции ну в принципе каждый может представлять себе какие-то свои условия жизни вот этой популяции это может быть там село волость город или целиком земля в принципе это неважно главное чтобы эта популяция жила в каких-то ну мы будем рассматривать что она живет в каких-то неизменных условиях и в принципе для того чтобы найти число предков в одном поколении с учетом редукции надо найти надо нам найти число предков без учета редукции вот здесь в формуле обозначены q и вычесть число предков на которых происходит уменьшение в этом поколение при этом мы должны рассчитывать все для одной возрастной группы поскольку пересечении между младенцем и старцем 90 лет и 5 лет не может быть поэтому мы будем рассматривать вот те возрастные группы о которых говорили и из числа предков в каждой возрастной группы которая определяется вот в соответствии с треугольником паскаля которые мы говорили мы будем вычитать число предков на которой происходит уменьшение в одном поколении которое получается суммированием из числа предков в одной возрастной группе при этом вот количество этих пересечений мы будем искать следующим образом мы найдем число пересечений предков число повторений предков если хотите если понятней во всех возрастных группах и затем вычтем из этого число повторений во всех возрастных группах кроме текущей последней последнего поколения чуть позже будет пример а я думаю будет понятней понятней давайте вот мы все поколение все общество разделим на возрастные группы равной разница между возрастом отца и матери в каждой такой группе у нас получится с семей то есть будет с отцов и с матерей и мы во всех этих группах будем рассматривать только целое число детей то есть если у нас в среднем в каждой семье два ребенка это хорошо и удобно если 2,5 к примеру мы будем рассматривать 50 процентов семей с двумя детьми и 50 процентов с тремя если нам точно известно что у нас в среднем там десять семей с четырьмя детьми пять с тремя там и 15 двумя мы будем рассматривать вот именно такие семьи семьи но значит если у нас вообще с семей и есть какой-то д средние детей которая дает произведение y то в принципе у каждого этого ребенка есть теоретический отец то есть при д среднем детей и с семьях у нас должно быть в каждой возрастной группе y отцов это без учета редукции а с учетом редукции у нас в каждой семье один отец значит с учетом редукции у нас будет с мужчин но это при условии что к нам восходящее дерево попали все вот эти вот y человек человек если же к нам попало не y а меньше какое-то человек число человек допустим куда то в принципе у нас возможно множество вариантов которое равно число сочетание из y по q ну к примеру если у нас есть в одной возрастной группе y 10 человек а к нам восходящее родословное дерево попало только q человек то соответственно таких комбинаций будет число сочетание из 10 по 8 45 комбинаций вот одна из них попадет к нам восходящее родословное дерево если мы будем рассматривать семьи с числом детей равным d это с индексом d то для наступления редукции необходимо и детей тогда комбинацией может быть число сочетаний из d по i каждое из которых содержит число сочетаний из и по два попарных комбинаций ведущих к редукции и оставшиеся q из и предков попадут персоны из числа y минус d персон что можно сделать вот таким количеством комбинаций и каждая из этих комбинаций распространяется из на с индексом d семей при этом на число сочетаний из и по два комбинаций приходится уменьшение на с минус одной персоны вы не поняли я понимаю вот да вот все это можно записать вот такой вот формулы я тоже вас их этой формулы не гружу вот но давайте вот рассмотрим пример к примеру у нас есть в возрастной группе общества десять детей вот мы их все обозначили 1 2 1 3 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 то есть у нас есть две семьи с двумя детьми и две семьи с тремя детьми всего десять человек у каждого из них имеется отец имеется мать но теоретических предков у них будет ровно десять и предположим что у нас к нам попало вот из этих десяти детей только восемь таких комбинаций как мы говорили будет сорок пять вот они они не пугайтесь не пугайтесь вот предположим к нам попала комбинация из восьми первых детей один два три четыре пять шесть семь восемь вот этой комбинации детей один два у них по идее должно быть два отца теоретических но будет один это одна семья три четыре у них должно быть два отца теоретически если мы для каждого нарисуем в нашем исходящем дереве по родителям вот у этих будет один отец вместо трех а вот у этого как должен быть один так и останется один то есть у нас за счет этой семьи произойдет редукция на одного человека за счет этой семьи на одного за счет этой на двух всего на четырех если мы рассмотрим вот все остальные комбинации то увидим что в большинстве случаев у нас будет происходить уменьшение на четырех человек это непонятно если у нас есть вот четыре семьи у нас есть четыре семьи в двух семьях двое детей и в двух семьях трое детей у каждого ребенка должен быть теоретический отец но практически будет вот у этих только один отец вот у этих один но если мы их рисуем в нашем исходящем дереве то у каждого есть свой отец у каждого ребенка есть отец фактических четыре а теоретических если мы рисуем полное дерево без учета редукции их будет десять потому что у нас десять человек и у каждого есть свой отец а? именно на веру почему у каждого должен быть отец Ну как, у каждого человека есть отец и мать, у каждого человека, вот у вас есть, к вам попал человек под номером один, Иван Иванович, у него есть отец, Иван Петрович? К вам попал другой человек, Василий Иванович под номером два, у него есть отец? Иван Петрович, но вы по идее должны нарисовать одного и другого, потому что у каждого в соответствии с законом удвоения предков есть двое родителей, после этого вы можете одного из них удалить. В соответствии с законом удвоения числа предков, вот об этом и речь, что теоретически вот для этих семей должно быть 20 родителей, а будет меньше, вот насколько меньше мы и пытаемся посчитать. У каждого из этих детей есть папа и мама, всего 10 человек, значит у них 20 родителей, теоретических, а фактических будет меньше. Вот если к нам попадает не 10 человек, а только 8, вот такая комбинация, то вместо 16 будет 12 человек, если вот такая комбинация, опять вместо 16 будет 12 человек. Но в двух случаях, когда к нам попадают предки, когда к нам попадают семьи целиком из трех человек и семья из двух человек, то у нас произойдет уменьшение на пятерых, потому что вот здесь у каждого должен быть отец, это из трех останется один, здесь из трех останется один и здесь из двух останется один. То есть произойдет уменьшение на пять человек. То же самое вот для последней комбинации. Таким образом, на 45 комбинаций у нас произойдет уменьшение на 182 человека или в среднем на 4,044. Вот если мы все эти значения с двумя семьями и двумя семьями с тремя детьми с числом человек в одной возрастной группе в обществе равном 10 и в поколении восходящего дерева равном 8, если мы не занесем эту формулу, которая для вас была сложная и непонятная, то мы увидим, что это значение будет 4,044, такое же, как вот и в этом примере. Нет, это не константа, это пример вот для такого числа, если у нас есть в одной возрастной группе. Вот мы взяли все общество и поделили на группы по 5 лет. Так получилось, что в каждой возрастной группе оборудовалось 10 человек. Мы считаем, что везде они одинаковые числа. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. К нам попадает из этих десятки только, к примеру, 8. Возникает вопрос, сколько у нас будет предков вот у этих 8 человек, если они могут быть братьями и сестрами, вдруг такое случается. Вот это число можно рассчитать по той формуле, о которой мы говорили. Ну вот, если посмотреть, какой был прирост населения Земли из Википедии, то мы увидим вот такой вот график. Мы видим, что население Земли на протяжении длительного времени было, изменение его было весьма незначительным. Опять к этой страшной таблице. Так, было весьма незначительным, и только вот в последние столетия происходит демографический взрыв. Если мы посчитаем среднее число людей, приходящиеся на одно поколение, но, к примеру, исходя из 30-летнего возраста, то мы увидим, что прироста практически не было. Ну или, по крайней мере, можно считать, что на протяжении некоторого периода прироста не было, и значения были одни и те же. Потом значение числа населения на Земле увеличилось и опять являлось постоянным. Ну вот, видно, что только в последних поколениях есть некий прирост, что говорит о том, что число детей увеличилось до трех. Поскольку раньше этого прироста не наблюдалось, то можно говорить о том, что у нас среднее число детей, средним по миру, равнялось двум. То есть, сколько было населения в одном поколении, столько и осталось. Хотя на самом деле это, конечно же, не так. Если говорить там о разных странах или континентах, то мы знаем, что в Европе и в России среднее число детей, оно меньше, чем 1,5, а, скажем, в Африке и в Азии оно там значительно больше. Опять же, если говорить даже про нашу страну, то можно говорить о том, что в Чечне там среднее число детей больше двух, а в Москве равняется 1,4. То есть, естественно, для разных времен и для разных территорий это значение различное. Но мы вот будем предполагать, учитывая вот этот вот график и его незначительные изменения, что у нас в среднем в каждой семье два ребенка. То есть, мы будем рассматривать демографическую модель стационарного населения со средним числом равным 2. Тогда вот если мы будем считать, что у нас все же в среднем два ребенка в семье и численность населения вот в той группе, которую мы рассматриваем, это может быть там и село, и волости, или просто племя какое-то, да, численность не растет, значит, число детей равно двум. Если мы вот это число детей, равное двум, подставим вот в эту страшную формулу, которая была непонятна, она примет вот такой достаточно уже простой вид. То есть, если у нас в поколении общества есть Y-человек, а в наше поколение дереву попало Q-человек, то у нас произойдет уменьшение на вот такое число персон. Q умножить на Q-1 делить пополам и умножить на Y-1. Ну, или что то же самое, вот через число сочетаний. Число сочетаний из Q-2 делить на Y-1. Так, ну вот, наверное, все же надо ввести определение коэффициента редукции. Хотя не обязательно, но оно в дальнейшем будет у меня использовано. Это количество попарных комбинаций, на которые происходит уменьшение на одного предка. То есть, если к нам восходящее родословное дерево попало 10 человек, то из них можно составить попарных комбинаций. 10 умножить на 9 делить на 2 будет 45. И, соответственно, при коэффициенте редукции 45 произойдет уменьшение на одного человека. При коэффициенте редукции 22, 45 делить на 22 будет уменьшение на двух человек. Ну, в принципе, вот этот коэффициент редукции, он равен для числа детей равным 2 Y-1. Поэтому вот то, что я сейчас сказал, можно сказать и так. Если у нас в поколении общества 46 человек, то у нас произойдет уменьшение на одного человека, если к нам попадет 10. Если у нас в поколении общества 22 человек в одной возрастной группе, то у нас произойдет уменьшение на двух человек. Ну вот, давайте рассмотрим пример. Нарисуем дерево со средним возрастом матери, равным 25 годам и отца 33. Еще раз, в каждом родословном дереве есть какое-то среднее значение возраста рождения для отца и матери. Вот у нас отец и мать. Соответственно, в первом поколении у нас есть один мужчина. Мы будем рассматривать только мужчин. В следующем поколении мы прибавили те же самые средние значения 25 и 30. Прибавили 25 и 30. Но к 30 уже получили, что у нас мужчина есть один возраста 55 лет и 1,60. Вот эти значения. Мы рисуем тот же самый треугольник Паскаля, о котором уже говорили. В следующем поколении 1,80, 2,85 и 1,90 мужчина. 1,2,1. В следующем поколении количество предков в каждой возрастной группе будет 1,3,1. Вот теперь мы всех этих мужчин разместим на временной шкале. Получается, что у нас в первом поколении один мужчина есть 30 лет. Во втором поколении один мужчина 55 и 1,60. В третьем поколении один мужчина 80, 1,85 и 1,90. В четвертом 1,105, 1,110, 3,110, 3,115 и 1,120. Это средние значения. Потому что других значений у нас для среднего дерева в принципе нет. Вот теперь мы эту таблицу нарисуем немножечко покрупнее. При этом мы будем считать, что у нас... У нас в возрастной группе общества, предположим, 46 человек. Мы рисуем вот наш треугольник Паскаля с нашими возрастными группами и распределяем его по временной шкале. Как и было на предыдущем слайде. 1,30, 1,55, 60 и так далее. При этом вот в первых поколениях у нас не будет уменьшения предков, не будет их совпадения, потому что мы считаем, что у нас коэффициент редукции равен... Вот у-1 будет 45. Здесь самое максимальное число в одной группе это 6. Из них можно составить 6 умножить на 5 делить на 2, 15 комбинаций. То есть 15 гораздо меньше, чем 45, поэтому здесь редукции не будет. Вот эту часть я тоже сейчас уберу и оставлю только вот эти значения. И покажу, как вот я считал число предков в каждом поколении. Я еще раз напомню вам формулу, которую мы будем использовать. Мы должны для того, чтобы найти число предков в одной возрастной группе с учетом редукции, надо из числа предков без учета редукции вычесть число предков, которые совпали между собой. Число предков до редукции мы вычисляем в соответствии с треугольником Пасхаля, вот как мы и строили все это, это мы уже как бы посчитали. И теперь мы можем посчитать число повторений предков вот по той формуле, которую мы видели. Q умножить на Q минус 1 делить пополам и делить на Y минус 1. Соответственно, вот 4 плюс 6 у нас получается 10, то есть из 10 предков в одном поколении у нас получается 10 отцов. Сколько было, столько и осталось. При этом часть из них может повториться. Какая часть может повториться? Вот мы 4 плюс 6 получили 10, и теперь считаем число предков с учетом редукции. 10 минус 10 умножить на 9 делить на 2 делить на 45. Получается, что здесь произойдет уменьшение на одного предка, то есть два человека совпадут. Вот по этой формуле мы пересчитываем число предков в каждой возрастной группе. Соответственно, их будет здесь не 30, а 32, поскольку произойдет уменьшение в двух возрастных группах на одного человека. То же самое делаем со следующим поколением. Точно так же пересчитываем и получаем число предков в каждой возрастной группе и суммируя их, получаем число предков в поколении. При этом здесь мы уже видим, что у нас возрастные группы распределяются по нескольким поколениям, поэтому повторения могут быть не только внутри одного поколения, как мы говорили, а внутри нескольких поколений. Но 2 человека это слишком мало, и редукции здесь никакой не будет. То же самое мы делаем и со следующим поколением, аналогичные пересчеты. При этом, когда мы доходим до 9 поколения, мы видим, что точно так же мы сложили 1 из 6, получили в следующем поколении 7 персон, но при этом у нас имеется еще 7 персон в предыдущем поколении, с которыми могут повторяться эти персоны. Поэтому расчеты мы проводим уже следующим образом. Вот 1 плюс 6 получили 7, общее число предков в возрастной группе получили 14, и подставляя эти значения вот в эту последнюю формуле, мы получили значение 5. Вот пересчитывая все эти значения, мы получим в этом поколении 113 человек. То есть в 9 поколении практически количество предков должно быть, как приняло, в 2 раза меньше, чем расчеты? Ну, в данном случае, да, для данного примера. Ну, а это пример общий или конкретный? Нет, это вообще... Можно говорить о некой закономерности, что в 9 поколении? Нет, нет, нет. А это смысл всего этого? Это просто технология, методология, как найти число предков с учетом и редукцией. Никто же не знает, насколько уменьшается в среднем число предков у каждого человека, сколько человек там пересечется. А как тогда использовать этот механизм? Для себя лично. Ну, для себя лично использовать его сложно. Точно так же, как и сложно использовать любой закон генеалогии. Как использовать закон трех поколений? Трех поколений, да? Ну, да, скажите мне, пожалуйста, вот на 200 лет, значит, выпадает 6 или 7 поколений. Значит, если у меня есть Иван Иванович Иванов, отец и Иван Иванович Иванов, сын, которые участвовали там в каком-то сражении, то кто из них участвовал, если один из них в 6-м, а другой в 7-м поколении? Одинаково? Ну, это же, в первую очередь, бьется для того, чтобы понять какие-то события исторические участки. Скорее, это просто для расчета поколений, чтобы понимать, правильно ли собранное дело, все эти персоны присутствуют, они столько привязаны к историческим событиям. Пожалуйста, точно так же, это может быть 6 поколений у вас до какого-то предка, а может все, в зависимости от того, какой средний возраст. Если вы при этом получаете 5 поколений, то понимаете, что чего-то не хватает. Или 10? Да, где-то сбор. Смотрите. Так он работает, в принципе. Примерно работает. Вот здесь он работает тоже для того, чтобы вам его использовать на каком-то конкретном примере, вам надо знать, какое число предков у вас жило там, вот в конкретной местности. При этом надо... Мы это узнали, когда уже закончилось. Ну вот, я скажу, все это применится в эту теорию. Если не знаю, не все документы, то есть все это хорошо, что вы понимаете, где ошибки, где что-то не доработалось. Скажем так, я говорю о том, от чего зависит число предков в каждом поколении вашего дерева. Число реальных предков. Не теоретических, а реальных. Вот число реальных предков зависит от числа предков, которые живут в конкретной местности, от среднего числа детей, от числа предков в вашем поколении родословного дерева, и от среднего возраста отца и матери. Вот если вам... Если мы не знаем вот этих средних показателей, то формулу применить мы не можем. Ну, да. А как? Если мы не сделали, все у вас дословие. Получается, на одну сторону работают. Дело в том, что вы можете примерно оценить и примерно понять, сделать какие-то, например, рамки. Можете точно знать, да? Там, если вы исследовали свое... Вот смотрите, если мы исследуем какую-то там группу людей, какое-то племя, не знаю, или там какое-то село, вы нашли, что у вас в пятом поколении там произошло уменьшение на двух человек. И вот у этого человека в этом же селе произошло уменьшение на пять человек. Вот вы можете тогда говорить о том, что насколько человек у вас будет происходить уменьшение в следующем поколении, используя вот эту формулу. Вы будете знать, на какое количество парных комбинаций происходит уменьшение на одного предка. Давайте вы еще разговариваете пункты, которые надо знать, чтобы эта формула, ее можно было применить. Да, еще... Получается, что сначала мы должны собрать всю статистику, только для того, чтобы потом почитать их статистику. И наоборот, давайте ты наоборот знаешь, как цены придут, применить свои случаи. Все правильно вы говорите, но есть два момента. Мысль ушла. Во-первых, вы можете использовать некие средние значения, да? Есть, потому что они есть? Это другая наука, это демография, или народонаселения. Пожалуйста, изучайте там вот, сколько, какие параметры были и на протяжении какого времени вот в этом конкретном населенном пункте, да? Но, наверное, это тоже сложно определить, безусловно. Поэтому я говорю вот, как можно определить вот этот коэффициент редукции. если у вас есть, к примеру, одно большое ваше дерево или несколько маленьких деревьев. в том, чтобы можно было спрогнозировать сколько у вас будет предков в следующем поколении. Я могу только узнать, когда я как раз это узнаю. нет, еще раз, вы на основании вашего дерева какого-то, да? Вот уже оно есть. Вот у вас есть какое-то дерево, вы можете, вы можете посчитать, какое, у вас есть пересечение предков? Вот, у вас, допустим, произошло пересечение, там, вы нашли 30 человек, к примеру, и у вас произошло пересечение двух. Значит, вы знаете, что на каждые, ну, не 30 человек, а вот из этих 30 можно составить там сколько-то комбинаций попарных, вот они могут совпасть между собой. И посчитать, что вот два пересечения вот на такое количество попарных комбинаций. В следующем поколении у вас будет в два раза больше людей, в два раза больше попарных комбинаций и в четыре раза больше вот этих пересечений и повторений. вы можете спрогнозировать ориентировочно сколько у вас будет человек. Ну, или, по крайней мере, примерно представлять, каким образом меняется численность поколений в каждом... Это понятно. Это понятно. И если следует цифру, что там 8-9 поколение, то он начинает работать там, где он заканчивается нашим все исследования. Понятно. На практике, на мой взгляд, применять тяжело все законы и вот эти вот выкладки в том числе, безусловно. Ирина, на ваш вопрос отвечаю. Вот число предков в каждом поколении, фактическое число предков зависит от того, сколько предков живет в обществе, вот в какой-то группе людей, откуда попали в обществе. От количества детей вот в этом обществе, среднего количества детей, их может быть два, может быть два с половиной, на семью. На семью, да, среднего количества детей. От среднего возраста отца и матери и от поколения, которое вы рассматриваете. Потому что, если у вас поколение родителей, там два человека, то они переселятся, вряд ли могут, четыре, вряд ли могут. А если к вам попало девяносто из ста, здесь сто человек, а к вам попало девяносто, наверняка там будет пересечение. То есть, вот в зависимости еще от числа предков того поколения, которое вы рассматриваете. В зависимости от того, какую группу людей вы рассматриваете. Если группа людей незначительная, и там всего четыре человека, то, безусловно, на уровне второго острова. Какая-то там небольшая водчина. 700 приблизительно взрослых мужчин и женщин и не взрослых. 2600, да? Ну, вот я вам показываю вот конкретный пример. Если 46 человек каждые пять лет рождается. Это значит, но на 60 лет, это сколько там, но средний возраст, да? умножаем на 12. 45 там, значит, ну, вот 600 человек там, не знаю. Собственно, на главе, наверное, вопрос будет звучать так. Если я знаю там, всех жителей какого-то населенного, ты могу посчитать количество детей, ну, скажем, сто лет назад, благодаря реформу, я могу посчитать то же самое вот этот коэффициент редукции клетков через 200 лет, через 300 лет, могу или нет? Теоретически можете, но это будет точно так же, как и с законом трех поколений. Вот вы посчитали, вы посчитали, у вас три поколения, средний возраст 21 лет, следующие три поколения будет 21 лет? Ну, конечно, нет. Если мы говорим 28, значит, там будет уже 32 года. Вот здесь то же самое. Мы ищем только какие-то усредненные значения, не более того, точно так же, как и с законом трех поколений. Мы здесь ничего... Надо говорить еще не только по закону трех поколений, поскольку на все эти вещи накладываются еще и достаточно много других ограничений. Например, сто лет назад особенно в сельской местности было принято рожать по 10, 11, 15 детей, что в нынешних поколениях неприемлемо. Редко есть где семьи, которые достигают такого количества детей. Поэтому еще, наверное, должен быть какой-то поправочный кофеца, который указывает реалии. Почему рождалось многое количество детей? Потому что выживало немного. Почему сейчас не рождаются? Потому что условия стали другие, и люди живут дольше, и нет в этом необходимости? Вы говорите правильно, но дело в том, что мы здесь все же ведем речь о тех людях, которые дали потомство. Если мы говорим о временах дореволюции, то 50% населения умирало до 15 лет. То есть они не давали никакого потомства. И если вы вспомните из Википедии график, то вы видите, что численность примерно на одном и том же уровне. Это означает два человека. Двое родителей, двое детей, они опять дали двое детей. Ну конечно остальных смысла нет нам рассматривать, потому что они к нам в дерево никак не попадут. никаким способом они к нам не попадут, у них не было потомства. но все равно вероятность того, что было больше, я вот посмотрю по своей семье. Например, у меня дедов 11, и все дали потомство. Но если брать уже мое поколение, то есть отца, и вот брать нас всего двое. 11 двое через поколение это уже разница. Значит, могу вам сказать, если у вас какие-то другие значения среднего числа детей, или еще что-то, вот мы здесь используем формулу для числа детей равном 2, вы можете подставлять формулу большую и непонятную, и считать по той формуле. При этом еще раз я скажу, что... Центредукция будет другой. Конечно. Конечно. хорошо. Значит, вот если мы применим все это дело, мы увидим, что вот графики у нас примерно такие, то есть сначала идет удвоение предков, потом замедление, и потом все это дело стремится к некоторому постоянному значению, равному вот той численности в обществе. Ну, скорее, для какого предназначения количество предков и не удваивается и вообще не удваивается? Ну, если у нас постоянно вот в обществе 100 человек, 100 человек, 100 человек, и эти 100 человек соответствуют детородному возрасту, да, то у нас не может быть больше... Такого тогда поколения критически можно понять, что уже не происходит увеличение количества предков вообще? Для этого надо вот если вы здесь вот видите графики, то есть какое-то поколение в зависимости от вот этого коэффициента редукции и от среднего возраста родителей, после которого уже оно не увеличивается. Чему оно равно? Ну, вот пожалуйста, пожалуйста, график. Где график? это пропускаем. Вот график, в котором достигается максимальное значение числа предков, после которого уже не происходит увеличение. У меня они получились похожими на прямые, но, к сожалению, они вот не совсем соответствуют функции прямой, и там вот я подбирал, получилось такое достаточно сложное выражение, но здесь всего там три перемена. тоже не буду останавливаться. Так все-таки есть какая-то цифра? Все зависит, вот смотрите, вот здесь вот коэффициент редукции 9, 99, 999, здесь вот поколение, вот для каждого среднего возраста отца и матери свой график. Зависит, еще раз, вот пожалуйста, если мы считаем средний возраст отца 34 года, средний возраст матери 28 лет, то максимум наступит в 29 поколении. Да, но это при условии, что 29 поколений назад численность населения земли была 500 миллионов человек, из которых 50 человек, 50 процентов были мужчины, 50 процентов были женщины и 20 процентов были безродными, вот о чем говорил мужчина. Ну вот здесь вот есть вот эти вот очень грубые примерные приблизительные расчеты. 20 лет поколит нас еще тысячи лет назад ? Ну да. То есть получается, что на уровне появления Москвы уже количество предков состоялось. но это при условии, что каждый имел возможность свободного передвижения и вступления в брак. Естественно, у каждого из нас предки жили в каких-то конкретных деревнях и селах и это естественно наступило еще раньше. ну, кстати говоря, там вот есть тоже слайд просто скажу с расчетами вот поясняющими, что где что у нас до 16 поколения у каждого человека должна произойти редукция, иначе просто у нас не хватит численности людей на плане. 16 16 Так, наверное, дальше с максимальным это поколение Да, ну вот поколение первой редукции. если там посчитать, то мы увидим, что между 15-16 поколениями обязательно произойдет уменьшение хотя бы на одного предка. Ну, 16 поколение практически предел для всех исследований. Понятно, я понимаю, да. Нет, ну, вот вы жалуетесь жалуетесь на ДНК генеалогию, жалуетесь, где там исследуют тысячами лет и миллионами, да, предел исследований 400, а у них с 500 начинается там вот рассуждать. Они говорят о некой концепции, о некотором представлении. вот воспринимайте это тоже как некую концепцию понимания того, как изменяется число предков в каждом поколении в среднем дереве с учетом неких средних значений. Если у вас есть точные значения, и вы знаете, что Иван Иванович и Иван Иванович родились в один день, то это один человек, вам ничего вообще искать не надо, если есть там уже фотографии мы говорим как бы вот о неком примерном представлении, чтобы понимать как меняется число фактических предков, не теоретических 2 степени это число теоретических предков, мы все знаем сколько их, а вот насколько уменьшается, вот мы можем посчитать. Ну вот я еще раз попробую остановиться на шести основных моментах, это первое мы говорим о том, что в одно поколение нашего восходящего дерева попадают из разных поколений общества, из одного поколения общества в разные поколения дерева, мы можем сформировать возрастные группы, понимая сколько человек одного возраста попадает в каждую группу в восходящем разоснованном дереве на основе треугольника Паскаля, мы можем посчитать насколько уменьшается в каждой возрастной группе число предков вот по той формуле сложив их каждую возрастную группу сложив мы получим число предков в одном поколении при необходимости мы можем найти предельное значение числа предков и если у нас скажем живут родители отец и мать в разных местах мы можем посчитать для одного для другого и соответственно суммировав найти общее значение спасибо вам большое за терпение и внимание на этом я заканчиваю я сам такой здесь вот во-первых чувствуется хорошая школа московская рисовная института ну естественно так вот на самом деле это очень интересно потому что человек задумывался именно уже не столько о практической сколько о теории и наверно таких вот выкруток по крайней мере я никого не видел не встречал так подробно вопрос применимости и практической значимости конечно действительно сейчас еще такой вопрос по поводу ДНК генеалогии да сейчас получилась такая вещь что там есть результаты которые не стыкуются с результатами нашими документальными а здесь как раз вот тот может быть мостик который можно хоть как-то соединить эти результаты но вот по крайней мере что я для себя унес это то что действительно можно мы в общем-то вещи такие ощущали мы действительно видели что в некоторых поколениях когда происходит пересечение предков бывает действительно что в брак вступают люди хотя и родственники но не одного поколения то есть скажем дядя женится своей племяннице да такие вещи есть и они достаточно близкие это не 300 лет а в течение 100 лет такие случаи можно ждать даже вот работает действительно такая вещь что количество предков конечно не удваивается это мы тоже знаем по своей документальной базе и вот здесь хотелось конечно понять чтобы понимать сколько из того населило пунктов 800 человек надо понимать что твоих предков будет 600 или 700 или 500 только пока я так помню что оценить это невозможно поскольку получается сначала изучить эти 800 человек и только потом на основании этого анализа вывести это кефицент редукции безусловно если ваши предки из Москвы то надо условно говоря надо мужчин отделить от женщин надо православных отделить от мусульман надо звезд политики и бизнеса отделить от нас простых смертных и только потом уже будет понятно вот это количество естественно это невозможно найти но надо брать что-то на уровень деревни здесь можно попробовать вывести практически в ряд смотрите у нас же есть ревизии последние примерно 300 которые с них можно снять среднестатистические показатели по регионам сколько было детей усредненные да понятно не по каждой семье не по каждой конкретной семье а усредненные по региону и сделать примерные таблицы что вот в этом регионе в этом там в этих годах было примерно столько детей и вот от этого можно попробовать перейти через вот эти вот центр редукции по региону уже как это оценочно можно будет я думаю что наверное по регионам тоже это слишком будет специфичная вещь хотя бы надо посчитать в целом хотя бы для страны скажем так наверное все-таки можно это посчитать а? не посчитано потому что никто этого не считал на самом деле ничего не посчитано сейчас можно применив эти вещи взять усредненные там скажем отношения детей действительно ну там семь человек выживших из 10-12 зная примерный возраст прожития до 60 лет условно говоря все-таки можно как-то попытаться наставить очень далеко обобщенных данных посчитать в целом для страны скажем так они пытались это сделать не учитывая индивидуально здесь есть два момента для того чтобы посчитать в целом для страны надо понимать а какой средний возраст рождения матери отца в соответствии с законом трех поколений 28-33 года вы с этим согласны? мы рассчитываем на основе этого или мы рассчитываем на основе сайта Госкомстата который говорит что сейчас возраст матери 28 лет 30 лет назад он был 24 года в Чечне это один возраст в Москве это другой это вот один момент если будем говорить хотя бы для славянского русского населения ну вот если мы говорим для если мы говорим для 28-33 лет к примеру как следует из закона трех поколений то пожалуйста вот можно посчитать но все зависит от численности вашего села если 45 человек не надо про селок вы про страну мы знаем население страны славянского населения славянского численности мы знаем вот эти 28-32 года мы знаем все таки же можно какую-то цифру конечно вот вы и не пытались вывести может и пытался но мне кажется в этом смысла большого нету ну например по той причине что вот когда вы смотрите средний возраст своего поколения еще раз он вы можете вывести 28 лет там а дальше он будет 30 лет да или как-то по-другому то есть то что мы найдем это не говорит о том это будет говорить только о том что вот у всех нас в среднем если мы все завяжемся в одно дерево будет практически будет да ну это правильно значит надо было сделать чтобы назвать цифру там 0,9 0,8 я не знаю какая она должна получиться это совсем не сложно сделать сделать мне кажется что это будет некая совсем усредняя цифра я как бы говорю о механизме и каждый может прикинуть там вот для своего небольшого числа людей я посчитал вот там может быть там для всего земного шара оно интересно для всего земного шара не важно мы говорим от локальных хотя бы для нашей стороны я посчитаю завтра пришлю всем интересующимся ваш дещик есть а все остальные там у меня есть почта на первом слайде кто мне пришлет свои координаты я вам пришлю не проблема вообще в любом случае было учить интересный нестандарт если вы будете продолжать эту работу то наверное может быть действительно сначала посчитать вот эту цифру для страны и для определенного слоя населения а затем здесь народ достаточно опытный и у многих статистика уже есть по своим регионам по сословиям по регионам и так далее то есть при желании можно даже собрать вот эту статистику и локализовать ее и по регионам и по сословиям это на самом деле не даст как точно можно написать на эту тему по тем более что подменял немало таких работ и она будет очень интересна поэтому большое спасибо вам спасибо приходите к нам еще раз хорошо давайте нас ее очень мало давайте поблагодарим спасибо 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 спасибо